В финансированной минуте Фатих Теке, третий мяч в ворота национала и таким образом оставил Зенит очень неплохие шансы сегодня. Игорь Семшов забил два неделю назад, а теперь Зенит в атаке и вот уже первый полумомент Фатих Теке. Сегодня снова в два нападающих играет Зенит, так же как и в матче последнего тура национального чемпионата против Локомотива. Две опасные атаки в одну, в другую сторону. Очень бодро этот матч начинается, потому что быстрый мяч может определить характер всего поединка. Посмотрим за этим ударом Фатиха Теке, рикошет и должен мяч в свои руки взять Рафаэл Бракали. Хозяев, ну что касается Мануэла Машаду, а именно он тренирует национал, то с его именем связан громкий успех этой команды. Вообще на старте сезона у национала очень трудный график в чемпионате. Матчи против Спортинга и Порту, ну и вот два матча с Зенитом в Лиге Европы. Наша команда в атаке, но наверное все-таки это был удар по воротам в исполнении Романа Широкова. Так технично пытался подсечь мяч в дальний угол. Классно здесь в пас было сыграно и Фатихом Теке, и Семшовым. И вот завершение этой атаки в исполнении Широкова. Ну посмотрим, там и Широков. Удар по воротам, мяч попадает в стенку после того, как пробил Роман Широков. Вот об этой дате, об этом событии он сказал, что наверное нужды нет. Это делать... В конце концов важность сегодняшнего матча, самоценность его все понимают. Удар по воротам бить можно, может быть, почаще. Тем более, что газон влажный. Игорь Семшов пробил, отмечу, передачу Хусти. И очень хорошее действие Фатиха Теке. Вот ускоряется Семшов. И тут же под опеку его берет португальский защитник. Книд у чужих ворот в первой половине первого тайма. Зырянов. Опасно может быть Широков. Чуть-чуть не хватило техники. Может быть и подвело то, что мяч влажный. Видите, там был рикошет от головы португальского защитника. И Широков. КПД, один из лучших в команде. Патакаш подключился правый защитник Национала. Удар по воротам. Впервые удачи между этими командами. Всего пять голов в Еврокубках в активе Семшова. Гости в атаке. Рубен Микайл. Удар по воротам. Чантафальский забирает мяч. Неприятны такие удары. Пусть мяч и не сильно был послан, но газон влажный. К тому же... Получается, наконец, у нас и в Москве, и по всей стране, где вещают НТВ+. И вот то, что мы называем быстрым голом. Но это не случилось. И причем Давыдов-то уже пару раз менял схему игры. Давайте посмотрим за эту атаку Национала. Хорошая передача. Пешник. Удар по воротам последует. Ох, как опасно все было. И последним движением Николай Фломберг смог помешать. Для колыбели революции. Подача на ближнюю штангу. Здесь все закрыто. И уже отворот ошибок, которые совершает Вячеслав Малафеев в последних играх. Думаю, что да. Думаю, что да. Потому что, опять же, ссылаясь на интервью Давыдова, скажу. А пока посмотрим. А не копия. Подбор остается за Зенитом. Здесь Семшов. Передача на Зырянова. Вновь Семшов. У как много свободного пространства. Он в обороне. У Национала. Так вот, Давыдов сказал, что может быть банально подустал Малафеев. И ему нужна какая-то пауза. Потому что он действительно зачастил. Он с этими оплошностями и с локомотивом портачил. И в матче против Национала тоже там не без его вины. Мечи были в воротах Зенита. Ну да ладно. Все это проехали. У нас угловой подача. И удар поворотом. Как здорово. Открылся сейчас. По-моему, Николай Слумберц пробил поворотом. Но рядом со штангой мяч прошел. И вновь мы с вами видим крупным планом Рафаэло Бракали. Галкипер с итальянским паспортом. Ну, естественно, бразильскими гражданами. Вот он удар поворотом. Да, далековато, прямо скажем. Я его добил. Теперь широкий взнос. Мы увидели уже на другом плане. Таки освободился через паузу. Передача назад. Мягкая подача Корнеленко. Сброс. Очень старого Корнеленко и бьет Симшов. Симшов. Человек, который много забивает в Еврокубках. Помним мы голы и за торпеда. Помним мы его мячи, ворота соперников и за Зенит. Ну и вот в последнее время Игорь расстрелялся. По спорную. За Зенит два положил. И с Асианалом, и с Амкаром забивал. В общем, молодец. Подача в ногу. Опасный удар. Гол. Нет, не гол. Где ж там мяч-то? Бежит арбитр и показывает наброску. Нет, нет, нет. На центр поля. Все. Гол забит. Чем противоречивая ситуация. Но вот не обратил внимания на бокового. Тот дернулся к центру. А вот Хайтман из Германии. Вот смотрим за этим угловым. Итак, Ловсков заметался голкипер. Удар. И... Ну, пожалуй, что был. Пожалуй, что был гол. С этой точки лучше увидим. Не знаю. Нет, не лучше. Не лучше, но мяч засчитан. Для нас это очень хорошо. Здесь точно мы ничего не поймем. Адпуш по очень умелой игре в центре обороны. Сейчас Майкон в Порту. Удар дальней дистанции. Нормально. Пристреливаю. Серафайл Браткали переводит мяч на угловой. Но пока со стандартами все в порядке вроде бы. Да, у Денисов? Они есть. Это главное. Но теперь реализовать. Один уже сделали. Надо забивать второй. Вот он удар по воротам. Широкова. И... Да. Красть хорошо знает этого тренера. Хусти. Подача. И вот момент. Удар по воротам. А можно было, наверное, получше приложиться Игорю Симшову. И взять паузу небольшую. Все показывают арбитру, что был угловой. А арбитр головой качает. Нет, ничего там не было. Еще раз смотрим. Да. Рядышком с Рафиком Халишем мяч пролетел. Вот так сегодня он заявлен на эту игру. Хорошая передача Корнеленко. И исполняется как. Вот не знаю. Случайно получил специальный бил Сергей Корнеленко. Там еще и подскользнулся Рафаэль Браткали. Но мяч в ворота не пошел. Очень здорово было сыграно. Фатихом так нет прежнюю силу. Вот еще раз смотрим. Тайм. Не специальный такой. Довел. Остается. А еще команда от первого тайма. Таке. Перехват. Широков ставит. Корпус идет Широков. В такой момент «Зенит» и пускает. Хороший был эскорт у Романа Широкова. Но мяч-то не поднял. Да. Рафаэль молодец по той стороне. Вот стоял до последнего. Ждал, что мяч придет к нему в руки. Да. Не гадал. И так далее и тому подобное. Насколько я знаю, тут матч в Португалии не смотрит. Вот такой вот получился рикошет. Ну, а пока в атаке 14 номер Рубен Микаэл. Ну, опять же, тут без... Футболисты очень насытили они линию обороны. Вот в штрафной, до штрафной только футболисты «Зенит». Дальний удар. Ну, вот такие удары опасны. Не сильно рикошет от газона, мяч. Ну, и вот теперь может вывести команду в следующий раунд. В групповой уже этап Лиги Европы. Семшов! И на исполнение. Там рикошет помешал Игорю пробить поворотом. Как и Белиненсиш каким-то своим макаром узнал о том, что Матеуш не имеет соответствующей лицензии. И вот как раз после этого Жильве Сэндо очень строго наказали. А именно перевели его в дивизион ниже. Геморрайш поднялся. Потом был гражданский суд, на что очень резко отреагировал в националах. Но сегодня мы его, к счастью, может быть, не увидим. Потому что действительно форвард интересный. Но тем временем я верю, что Александр Розина уже закончил свою разминку. И вот-вот выйдет на поле Пешник. Ну, передача в никуда. Работал. И вот 3 в 3. Атака от подключения Зырянова по правому флангу. И выдает ему широко сейчас мяч. Дальше. Таке. Добежать бы. Добежало там положение вне игры. Мяч закатывается, но был свисток. Как на Тоненького все было сыграно. Хороша передача. И воздух Фернандо Мейер выигрывает. И вот на мент Мейера. Ну же. Ну что ж такое-то. Мяч не попадает в ворота. Как же предательски он прополз рядом со штангой. Мейера мог забить. Вот здесь. Еще один темп у этой атаки. Ломберц не попадает. Корнеленко бьет. И попадает уже в Рафаэла Бракали. Как обидно сейчас. Зениту должно быть вновь угловой. Хустея на дальнюю. И удар Мейера не состоялся. Розина. Тут нужна небольшая пауза. И врываться в штрафную. Вот так. Розина. Удар по воротам. Рикошеты. Это угловой. Но не сильный удар, да? Корнеленко. Здорово открылся. Филипп обхитрил. Корнеленко. Поле-то заканчивается. Прострел. Ох, какой момент еще у Зенита. 72-ая минута. Еще раз смотрит. Вырезал. И... Блинные мячи в исполнении португальцев. Не позволяет команде перейти на чужую половину. Поле-очердопольский. Вот сейчас каждый удар опасен. Батакаш бил. Ах, Бруно. И правильно ловить такие мячи не делал. Аняков. Корнеленко. Скидка. Семшев. Куда мяч-то полетел? Есть вариант с Кимом сыграть? Ну нет. По-моему, Константин что-то придумал свое. Бьет прямо в стенку. Мейра. И вот Хусти. Положение вне игры. Нет. Удар. И опять в принципе-то мяч-то должен был быть в воротах. А без принципа он остался вне игры. За лицевой уходит угловой. Очень здорово Фернандо Мейра. Сегодня португалец полезен. Ну вот, конечно, против португальской команды вдвойне приятнее и ответственнее играть. Центральному защитнику «Зенита» Сабол Чхусти. Высока подача. Хороша подача. Кто бы пробил Семшев. Снова Альберту. Здесь закрыто. Стучитесь сколько вам угодно. Не было игры рукой. Опасно. Снова Розина. Забирает в центр. Направо Семшев. Семшев. Решать пора. Вперед попадает в Клебера. Дон. Розина. Розина готовится. Хлесткий удар. Он состоялся. Но попал мяч в игрокам. Пустил и поэтому достался ему серьезно. Можно играть Корнеленко. Направо. Семшев. Ну решать. Семшев. Да что ж ты будешь делать? Два игрока в центре поля лежат. И дождь. В общем масса виновных. Ну а здесь двоечек надо было разыграть. И правильно Семшев все делал. Перебрасывал он Рафаэла Браколи. Но. Хорош бразилец. Мануэл Машанзу каким-то полотенчиком мечется в этой технической зоне. Ну почему бы и нет. И здесь мяч подержать. Кусти. И тут же подает. Семшев. Удар. И Рафаэл опять. Тяжелый момент для Зенита. Удар низом. Рикошет. Вообще не все закончено. Аут в пользу португальцев. 89-я пошла. Потакаш. Салину. Подает. Чантафальский. Куда? Куда он побежал? 1-1. Ёлки-маталки. На табло 89-я минута. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот этот навес. И вот что было. Да, вопрос к Хусти. Почему он дал сделать спокойно эту подачу Леандру Салину? Ведь аут. И ничего там особенного-то не было. Стоял Луис Альберту полчаса. Ждал, когда Леандру Салину откроется. Открылся и сделал просто минуте. Мы даже не разобрали, кто там задел.